Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы пошли по заданию Тёмного Браста, тут нам нужно найти в этом WoW Андруде Амона Матиера. Для этого нам нужно пройти туда, и судя по какой-то записке, который доставил один из расхитителей гробниц, нам нужно два ритуальных меча, один мы уже взяли, он у нас, так, где он у нас, а вот, к сожалению, понятно, но сначала, я думаю, мы пойдём сюда, хотя я думаю, тут ничего хорошего-то не будет, да, точно. Всемогущие боги, вот и ты, вот и ты, наконец, это ужасное чёрное таинство сработало. Так, давайте помолчим. Ну что ж, ты предпочитаешь слушать, не так ли? Должно быть, ты представляешь Тёмное Братство. Я никого другого и не ждал. Так что, перейду сразу к делу. Я хочу обсудить контракт. Даже несколько. Я полагаю, эта работа станет самой важной для вашего братства за последние... столетия. Продолжай. Как я уже говорил, убить нужно несколько человек. Объекты, как и способы ликвидации, довольно разнообразны. Наверняка человек вашей профессии даже получит от этого удовольствие. Но знай, что эти убийства — лишь шаги на пути к главной цели. Они просто помогут тебе приблизиться к ней. И эта цель и есть та причина, по которой я разговариваю с головорезами в отвратительном подземном скрепе. Я хочу, чтобы вы убили императора. Это охреневший совсем. Ну мы с профессиональной миной проглотим это. Это чудовищная просьба, я знаю. Но темное братство как раз такими вещами и занимается, не так ли? Ну, если верить истории, разумеется. Пойми меня, мы так долго шли к этому дню. Столько было маневров и уловок. Теперь ты здесь, будто звезды наконец встали как надо. Но я отвлекся. Вот, позволь передать тебе кое-что. Это нужно доставить твоему начальству. Рекс, предметы. Давай сюда. Вот, вот. В запечатанном письме все, что нужно сделать. Амулет очень ценный. Им ты можешь расплатиться за все и всяческие расходы. Понятно, что за амулет. Ну, по крайней мере, красивый. Тебе еще что-то нужно? От тебя нет. Я лучше сейчас разберусь, собственно, с этим подземелем. А потом уже буду ваши заговорческие дела лезть. Так, тут, я так понимаю, второй клинок. Ну, убить императора они охренели, да? Ну, ладно, сделаем. Я думаю. Я думаю, это будет сложно. Значит, интересно. Так, вот он, притворюшка. Вот он. Ах, хорошо. Кто нас в итоге заметил-то? Ты, что ли? Не надо меня замечать. Убить императора. Да они там точно с ума все посходили. Хорошо. Идет код. Посмотрим, насколько ты глазастый. Ненасколько. Я думаю, такими темпами они к следующей серии The Elder Scrolls сделают стелс где-нибудь на уровне Splinter Cell там House Tewhory, допустим. Потому что все лучше и лучше работает в этом направлении. Прямо удивительно временами. Все, будем. Так, хорошо. Палач. И кроме него тут, похоже, никого и нет. Значит, это будет не очень-то и сложно. А вон еще на троне сидит кто-то. О, вы начальник. Понятно. Я хочу с тобой в стелсе повоевать. Бежит, бежит за мной. Блин, ну что ж ты как-то меня до сих пор видишь? Все, хорошо. Успокоился. Я так и думал, что он встанет с этого трона. Но было прикольно. Так, ну что, уважаемый? Покричи мне тут еще. Так, что у тебя есть? Эбонитовая стрела. Таких у меня еще не было. Ладно. Этикет была бы. Это мне поднимет какой-нибудь на окне. Ладно. Так, где второй меч? Может он у тебя? Нет. Где второй церемониальный меч? Вот что мне интересно. Неужто его тут нет? Видимо таки нет. По крайней мере я его не вижу. Возможно вы видите и знаете, что он здесь. И для вас это очевидно. И вы опять меня будете материть в комментах. Ничего. Не впервые. Так, ну нет, нету. Не вижу. Ни в какую. Ну-ка подвинься, мамик. Ничего не вижу. Ну, давайте тогда попробуем в центральную дверь пойти. Раз таки качели пошли. Пойдемте. Может одного меча хватит. Тогда смысла этого помещения я вообще не вижу. То есть просто ходить сюда, чтобы подраться, что ли? Драка это не цель. А средство. Достижение цели. Так, ладно. Там у нас заказчик. Тут у нас вход. Значит нам сюда. А подожди. Мне нужно еще секиру найти. Понятно. Блин, там по-моему была секира. Я думал, два меча надо. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Секира, кажись, была. Так, ну-ка, показывай. Это не оно? Блин, по-моему не оно. Давайте возьмем на всякий пожарный, что ли. А, вот оно, вот. Висит блин на стене, а я не вижу. Тогда этот надо выкинуть. Древний норский топор. Кстати, вот это выкинуть. Вот это выкинуть. Хорошо. Теперь-то точно попадем. Это уже, я так понимаю, не покоясь с темного братства. Просто как... Сами по себе бы. Потому что все, что мы хотели, покоясь с темного братства, мы тут уже получили. Ну и ладно. Ну и ладно. Ой, опять не туда пошел. Так. Давайте пускайте меня. Все, хорошо. Победите Квенела. Обалдеть. Ну, я думаю, это нужно будет действовать в скрытности, потому что у меня броня сейчас не такая сильная. У меня сейчас более, как бы, стелс идет прохождение. Ну, да ладно, разберемся. Слышу слово «сила». Где-то поблизости оно. Так, ладно, это был не очень, но, в принципе, нормально. Так, ладно, это был не очень, но, в принципе, нормально. Порядочный восторг. Порядочный восторг. Так, сохраняемся. В принципе, да мы с тобой мы справимся. Вон, коряго. Угу. Вон, у нас там кто-то непонятный. И там же слово «сила». Так, иди сюда. Такое ощущение, что кто-то вокруг меня еще ходит. Что-то больно вас там, до хрена, и вы все злые. Что-то больно вас там, до хрена, и вы все злые. Ох, как же к вам поступиться. Похоже, придется стрелами работать. Да, это будет непросто. Так. Я думаю, надо палача снести. Ой. Все. Все. И пока уходим. Пока он не расчухал, что произошло. Отлично. Все-таки тупые, конечно. Да ладно. Так, ну а теперь придется резать. Я думаю, я справлюсь. Так, что у нас там стоит? А, ну же так. Хорошо. Шляпа. Зато есть слоу сила. Только где она? Я ее не вижу, я ее слышу. Видимо, где-то дальше. Ночь приходит в Сентинель. Отлично. Ебанитую душу. Блин, красивый, да? И стоит неплохо. Ну и весит неплохо. Возьмем. Нордские мечи. Так, зелья магии пропустил. Постоянно что-то пропускаю. Слово силы уже хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Жизнь Шопа Тауры. Что бы это могло значить. Так. Показывающие вам жизненные токи всех и каждого. Слушай, это может быть хорошо. Если это то, о чем я думаю. Так, ну-ка. Да, 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 да. Отлично. Как раз для стелса самое оно. Сквозь стену видеть всех врагов. Блин, забываю, что с кувыркаю. Как только нажмешь удар, так сразу и выходишь. Это меня и подводит. Так. Что за малый лабиринт? Шелептор и Лабиринтиан. Блин, мы же недавно там были. Свою недобрую славу Лабиринтиан получил в начале третьей эры. Именно оттуда была добыта часть посоха Хаос, благодаря которому удалось свергнуть Джагара Тарна и положить конец эпохи имперского симулякра. С тех пор название этого места закрепилось у Макси жителей имени Ируина Лабиринтиана. Всегда время от времени посещали верно подданные. Короче понятно. Непростое место. Но тут есть карта, да? Эта книжка нам пригодится. Надо её взять. Кенжал Драконьего Жреца. Что за шляпа опять же. Похож на Клыккова Зеина. Практически один в один, да. Ну ладно, пусть будет пока. Так, хорошо. Теперь как мне отсюда выбраться? Обратным путём только. Ладно. Блин, я тебя даже не видел. Ха-ха, я тут проходил и его не видел. Обалдеть. Жуть какая. Так, сейчас мы сдаём квест Тёмному Братству и смотрим, что они там нового придумают для нас. Посмотрим. Сейчас мы добиваем ветку Тёмного Братства. Пока что у нас такой путь перед нами. Так, хорошо. Давайте осваиваться. Что у нас теперь тут да как? Астрид? У меня там был непростой разговор с человеком. Вот и ты. Итак, разговор с Матьером состоялся. Чего он хочет? Матьер хочет, чтобы мы убили Императора. Ты шутишь? Да нет. Показать амулет и запечатанное письмо. Что это? Письмо всё объясняет. Амулет всего лишь плата за расходы. Клянусь Ситисом, ты не шутишь. Убить Императора Тамриэля. Тёмное Братство не бралось за нечто подобное со времён убийства Пелагия. На самом деле никто не решался убить Императора Тамриэля со времён убийства Уриэля Септима. А это было-то 200 лет назад. Мать ночи не направит нас по неверному пути. Нет, конечно нет. И непонятно почему, но она решила передать послание Матьера тебе. Я не совсем понимаю, что происходит. Ты правда слышащий? Или это какой-то обман? Или что? То, что нас ждёт. Так мы возьмёмся за этот контракт? Проклятье. Конечно, возьмёмся. Если мы выполним этот заказ, Тёмное Братство получит репутацию и уважение, которым не пользовалось сотни лет. Я ни за что не откажусь от возможности привести свою семью к славе. Но всё это надо переварить. Мне нужно время, чтобы прочесть письмо и решить, как мы будем действовать. И этот амулет... Хм... Что ты думаешь? Думаю, первым делом надо оценить амулет. Я хочу знать, откуда он взялся, сколько стоит, и сможем ли мы его продать, чтобы нас не загребли. И в этом нам поможет только один человек. Делвин Мэллори. Он скупщик краденого, одиночка. Работает в крысиной норе, в Рифтоне. Давай письмо. Отнеси амулет Мэллори. Узнай, что сможешь, и продай его, если Мэллори возьмёт. Он предложит аккредитив. Это нормально. Мы с Делвином Мэллори давно сотрудничаем. Хм... Ему можно доверять. Хорошо. Так, ну что, наш путь в Рифтон идёт. Ведёт нас дорожка. Хорошо. Сейчас мы туда быстро переместимся. Дагматы. Жаль, ничего не прочитать. Так. Крисина нора. До неё ещё добраться ведь надо. Ну, я думаю, в эту серию успеем добраться. Кстати говоря, вот эти два города у меня Рифтон и... Маркард. Я их вообще практически не исследовал. По квестам сюда заходил. Ну, я думаю, как будет время мы этим займёмся. Сейчас пока что у меня идея фикс это разобраться полностью с Тёмным Братством. А потом двинуться по сюжетным квестам и добить по... Ну, хочу драконобой получить. Хочу приземлять драконов. А после этого можно уже опять пойти маленько во фриплей. Всему своё время, короче говоря. Да, здесь, кстати, вводится сброд из Братства Воров из Гильвии. Так, ладно. Я надеюсь, тут по-новой не будет этих... Как их там? Бандитов, короче говоря. С которым мне в прошлый раз пришлось столкнуться по дороге, когда я искал Эсберна. Да, вот они до сих пор лежат, так что, похоже, не придётся. Хорошо. Так, сюда я не попаду. Понятно. Так, ладно. Вроде правильно идём. Хотя тут такой лабиринт своё-образный, что запросто можно потеряться. Бульная фляга. Я так и думал, что нам сюда. Так, ну и кто тут из вас хочет со мной поговорить на данную тему? Держись от проблем подальше, и проблем не будет. Логично. Так. Кто-кто-кто? Угу. Вот и ты. Ага. Дорогу не можешь найти. Лучше беги отсюда, пока ноги целы. Крысиные нора не хорошее место. Тут незваные гости пропадают. Ой, да не пугай пуганые. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так, тёмное братство, нужны твои услуги. О-о-о. 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 Понятно. Ага. Ясно. Ну и как дела острят, а? Пусть заглянет как-нибудь. Выпили бы вместе. Поболтали. А-а-а. Ну мы это обсудим позже, да? Что нужно братству? Что ты можешь сказать об этом? Посмотрим. Боги, откуда, откуда это? Не говори. Мне лучше не знать. Это амулет императорского совета старейшин. У каждого члена совета есть такой. Стоит целое состояние. И с ним никогда не расстаются без серьёзного повода. Слушай, это не моё дело давать советы тёмному братству. Но если вы убили члена совета старейшин, вы уж тогда... Ты купишь его? Я? Куплю? И его? Амулет совета старейшин? О, да. Да, да, разумеется. Погоди секундочку. Вот, держи. Это расписка. Симастрит и только она получает право на любые товары и услуги от меня. По обычным договорённостям. Отнеси его своей очаровательной госпоже и передавай привет. Вот и поговорили. Хорошо, расход. Я слушаю. Да, как я и сказал, амулет какой-то непростой. Отнюдь непростой. У него аж глазки загорелись. Так, ну сейчас, я думаю, мы в этой серии успеем добраться до Астрид, поговорить-то в принципе надо заканчивать уже сегодня. Мне уж спать охота. Завтра-то работать. Это вы, блин, днём смотрите. Так, хорошо, выходим. Блин, а кость интересно пошёл. Сначала довольно скучновато у них было, но раскрутилось. Блин, ты посмотри, просто не ожидал, не ожидал. Так, ну что? А, вот и ты. Ну что сказал Меллори? Амулет неподдельный? Амулет настоящий. Наверняка не краденый. Наш заказчик из совета старейшин. Совет старейшин? Что ж, многое проясняется. Матьер, ах ты мерзкий мальчишка. Нанимаешь тёмное братство, чтобы подняться из грязи в князи. Любопытно. Меллори согласился купить амулет. Вот его расписка. Отлично. Значит, нам пора начинать. Точнее, тебе пора начинать. В конце концов, мать ночи обратилась именно к тебе. Итак, надеюсь, у тебя есть парадная одежда, потому что ты отправляешься на свадьбу. Свадьбы? Ну, это скорее большой прием. Будет чудная пирушка. Поболтаешь с гостями, попробуешь торт, прирежешь невесту. Да-да, тебе нужно убить невесту. Прямо на свадьбе. Ах, а говорят романтики больше нет. Помолчи. Имя твоей жертвы Виктория Вичи. Она отвечает за дела восточной имперской кампании в Солитьюде. Свадьба будет проходить там, в Храме Богов. Ее смерть вызовет смуту, чего мы, собственно, и добиваемся. Вичи часто будет обращаться к своим гостям. Таков свадебный обычай. Убей ее в этот момент, и я обещаю тебе приятную премию. Теперь иди, и пусть в Солитьюде будет праздник, который они не скоро забудут. Интересно. Мы едем в Солитьюде. Тебе пора в Солитьюде. Нужно дать императору настоящий повод приехать в Скайрим. Понятно. Короче говоря, в принципе, это очень интересно, но этим я займусь. Тебе разве не нужно пойти разрушить чей-то прекрасный денек? Я сейчас разрушу твое лицо, если ты будешь меня перебивать. Я думаю, мы продолжим в следующей части. Тебе разве не нужно пойти разрушить чей-то прекрасный денек? Ладно. Ладно, ладно. Хорошо. Закончим на этом. Я где-то денька через четыре, наверное, как снова время появится, или попозже даже, снова сяду за игру. И, в принципе, мне очень интересно, во что это все выльется, потому что задания пошли натурально очень интересные. Надеюсь, вам все нравится так же, как и мне. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok